Давайте попробуем спросить этого девчонка. У меня есть сложный вопрос. Как вы думаете о отношениях между разными цветами кожи? Смогли ли вы выйти замужем на тонкой кожей молодой человек? Ну, наверное, нет. Наверное, нет. Почему нет? Ну, все-таки как-то. Привет, ребята! Добро пожаловать в Afro Rocha TV. Меня зовут Точи. Сегодня я в Сен-Петербурге, в красивом городе Сен-Петербурге. И мы собираемся найти ответ. Я хочу проводить небольшое социальное эксперимент. Я хочу спросить россиянам, как они связаны с отношениями международными отношениями и как они чувствуют о борьбе, например, черных людей. Потому что большинство из вас меня спросили в комментариях о том, как россияне связаны с окружающими, особенно черных людей. И вы хотите узнать, если девчонки и девчонки открыты к борьбе, африкам и черных людей в целом. Здравствуйте, пожалуйста. Можно ли я вам интервью? Просто вопрос. Я сейчас объясню. У меня есть сложный вопрос. А ничего, чтобы... Нормально, да. Нормально, да. Что вы думаете о отношениях между разными цветами кожи? Я думаю, что это супер, когда все народы дружат. И главное видеть никакого цвета твоя кожа, что у тебя внутри. Да. Вот. У вас был опыт с темно-кожей парни, например? У вас были отношения? Отношений нет, не приходилось, но друзья знакомые есть, афроамериканцы есть, да. Как вы отношились к ним? Прекрасные, очень веселые люди. Смогли ли вы выйти замужем на темно-кожей парни? Если это любовь, то да, конечно. Самое главное для вас это любовь, да? Да. Но если ваша родитель против этого мужчины, что вы будете знать об этом? Я попытаюсь донести до них, что, опять же, цвет кожи не имеет никакой роли. Да? Да. Они у меня понимающие люди. Окей. А вы... Какие качества вам нравятся мужчины? Главное качество вам нравятся мужчины? Угу. Качество? Да. Чтобы он был сильный во всем. Да? Да. Не только физически. Я сейчас не про физическую силу, да. Это умный, умный. Вот. Главное, чтобы он был сильный. Каждый понимает это по-своему. И дальше еще что еще? Сильный, мужественный, умный, амбициозный обязательно. Да. Чтобы всегда шел вперед, чтобы у него были свои цели. Да? Да. Чтобы знал вообще, куда нужно идти. Хорошо. Но я абсолютно нормально отношусь к темнокожим мальчишкам. Мне они очень нравятся. А почему? Именно почему? Потому что они очень добрые и интеллигентные. Да? Всегда приветливые, всегда с улыбкой. Да? Согласно танцуют. Да, я согласен. Я согласен. У вас был опыт с темнокожим парнем? У вас были темнокожие отношения раньше? Нет, у меня не было отношений с темнокожим. Потому что, ну просто в моем социуме как бы не было такого тесного контакта. Но я тоже училась в университете и у нас тоже было много ребят. И мои друзья там играли в футбол. Тоже очень много талантливых, кто ребят играет в футбол. У вас очень хорошо тоже у всех это получается. Ну то есть мы не против любого общения, но просто как-то не было такой, да, возможности. Смогли ли вы выйти замужем на тонахожим парнем, если у вас были хорошие отношения с ним? Конечно, конечно. Ну цвет кожи абсолютно не важен. Главное как бы точки соприкосновения, любовь между друг другом, а цвет кожи абсолютно на это не влияет. Но что вы будете делать, если ваши родители против этого отношения? Если родители будут против? Да, да, да. Ну не родителям жить с этим человеком, это все-таки моя жизнь, мои правила. Поэтому, наверное, все-таки я бы нашла компромисс. Попыталась бы родителей настроить позитивно, но в любом случае от своего человека я бы не отказалась. Я знаю, что у вас есть молодой человек, поэтому я не буду вас спросить этот вопрос. Спасибо. Но у меня еще один вопрос для вас сегодня. Какое главное качество вам нравится мужчине? Какое самое главное? Для меня самое главное это самостоятельность, взрослость, умение брать ответственность за себя, хотя бы в первую очередь. И, наверное, честность. Смогли ли вы выйти женить на тонахожим парня? Да, это моя мечта. Серьезно? Да. Вы хотите... Моя любимая Ники Минаж, поэтому... Серьезно? Да. Вы обсуждали это. Я к этому отношусь отрицательно. Да? А вы? Ну, никогда не задумывалась над этим вопросом. Ну, я на своем личном опыте. Да, я бы не хотела, но другим не запрещаю и не осуждаю. Не знаю. Без причины? А, ну я просто люблю светленьких мужчин. Да? Да. Так просто... А вы девушка, как вы думаете? Что вы думаете? Я не имею ничего против. Вы против? Я не против. О, окей. А вы? Нет. Ну, мы про что говорим? Про именно отношения мужчины и женщины или вообще просто даже дружеские отношения и прочее? Ну, просто разный цвет кожи отношений между белой и темнохожей. А, в целом я очень хорошо отношусь к людям с другим цветом кожи. Вообще очень толерантно, как модно сейчас говорить. У вас был опыт раньше с темнохожей, как молодой человек? Нет, никогда. Не было? А вы? Нет, не было. Но смогли ли вы выйти замужем над темнохожей парня? Я же уже ответила. Нет, никогда, да? Нет, я не отрицаю, что никогда никогда не говори никогда. Но на данный момент я бы не хотела. Да? Окей, хорошо, понимаю. А вы девушка, смогли ли вы? Наверное, не смогла бы. Почему? Смогла, да? Нет, не смогла бы. Почему? Нет. Не знаю. А вы? Ой, я замужем и я уже не представляю себе никого, кроме своего мужа. Я понимаю. Я 100% понимаю. Какая каша есть в самой главной мужчине? Вам нравится в мужчине? Честность. Честность. Да. Её так мало. Дальше. Просто честность. Пусть будет честным. Пусть будет честным, да? Мой был нечестным. А вы? Чтобы держал своё слово. Да? Тоже честность. Просто стой, просто easy. А вы? О, мне очень нравится с чувством юмора мужчины. Да. Мне ещё очень нравится, чтобы они были надёжные. Ну, немножко симпатичные. Да? Немножко? Только немножко. Да. Что вы думаете о отношениях между разницей этой кожей? Да. Я не вижу каких-то сильных различий. То есть, все люди одинаковые для меня. Да? Главное, чтобы человек был хороший. Вот так, да. А вы? Я абсолютно солидарна с Натальей. На самом деле, все люди равны. И главное, это взаимность и любовь. Да, да, да. Главное, это интеллект. Да. Да. У вас был ли раньше опыт с темнохожим молодым человеком? Нет. Пока нет, да? Нет. А вы? Нет, нет. Окей. Смогли ли вы выйти замужем с темнохожим молодым человеком? Ну, наверное, нет. Наверное, нет? Почему нет? Ну, всё-таки как-то своя, наверное, раса привлекает. А вы против? Нет. Ну, чисто для себя я, наверное, не вышла бы замуж за в принципе другую расу. Вот мне вот славянская внешность всё-таки больше нравится. Смогли ли вы жениться на темнохожей девушке? Конечно. Неправда, не проблема. У вас было опыт с темнохожей девушкой раньше? Нет. Пока нет. Был! Да? Да, был! На первом курсе был в клубе, я целовался с темнохожей девушкой. О май го! Как это было? Так же, как с обычным человеком. Ничего другого не было, всё, так же прекрасно. Но, если ваша рита ли против этого отношения? Если вы на наш счёт? Нет, всё нормально. Я уверен. Они были против, да? Они были бы не против, были бы. Нет никакого разделения. Мы абсолютно уважаем всех. Я вообще всех людей люблю. Да? Да. Конечно. Мы абсолютно толерантны. Да. Главное, чтобы человек был хороший. Как бы эта фраза не звучала, уже заезжена. Но если с человеком, можно классно пообщаться, посмеяться, поболтать. Почему нет? Нет. Был ли вы опыт раньше, отношения между вы и темнохожей паренью, например, раньше? Нет, не приходилось. Да, да, да. Нет, не приходилось. Вообще нет. А вы? Нет, тоже нет. Но смогли ли вы выйти с мужем с темнохожей паренью, если у вас отношения и у вас есть любовь? Да. Да. Я бы тоже, да. Если парень реально зацепил, почему нет? Может быть, ваш родитель против этого отношения? Что вы будете делать об этом? Я думаю, родители уважают наш выбор, поэтому они были бы вообще не против. Если они бы поняли, что нам хорошо с человеком, то все классно. Я хочу последний вопрос для вас сегодня. Какие качества в мужчине? Главное качество в мужчине? Главное качество – это чтобы смог брать на себя ответственность, чтобы был честным, искренним и добродушным, пусть будет. Да? Окей. А вы? Ну, тоже ответственность – это очень важно, чувство юмора, щедрость, может быть, в какой-то, чтобы не жалел на тебя ни времени, ни своего никогда. Да, ну, в общем, чтобы вот все как бы для тебя, да. Я вообще считаю, что на самом деле, если люди действительно друг друга любят, то цвет кожи – это точно не повод для прекращения отношений или для расторжения отношений. Абсолютно спокойно к этому отношусь. Я даже приветствую. Очень интересно на самом деле выглядят те пары, которые действительно красивые, симпатичные. Ну и что, что они разного цвета кожи? Ну, вообще, в ближайшее время я не планирую выходить замуж. Вот. Но, в принципе, если такое бы произошло, то, наверное, бы смогла. Да? Потому что, ну, как-то… ну, я спокойно отношусь. То есть, если был бы коннект, то да. Да. Ну да, почему нет? Если у человека душа хороша, то и это хорошо. Внешность – не самое главное. Да. Ну, если человек подходит мне по личным качествам, то какая разница? Да. А вы? Я бы вышла. Мне очень нравятся люди других национальностей, в том числе и темнокожие парни. Да. Спасибо. 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 Спасибо.